Просто кот высматривает, где там курьер с его протеином. Кто-то пишет, когда даже кот привёл в себя форму к лету, а ты нет. Я. Лежу с котей на коленях. Так же я. Случайно шевелюсь. Котя. Больше нечего ловить, всё что надо я поймал. Надо сразу уходить, чтоб никто не привыкал. Ярко-жёлтые очки. Ну и дальше по тексту. Знаешь, что в тебе самое лучшее? Что же? Мои бутеры с колбаской, которые ты сожрал. Кто-то пишет, он хотел стать лучше. Так много мероприятий и так мало денег. Вот зачем вы меня доводите? Говорит котейка. Я потерял своего тупого кота. Его имя Барсик, но он не отзывается на него, потому что он сволочь. Но я всё равно его очень люблю и хочу, чтобы он вернулся. Объявление о пропаже кота. Барсик пишет. Хрен я вернусь к этому обзываке, пусть мучается теперь. Правильно кот решил, нечего обзываться. Мама готовила свой фирменный торт в честь дня рождения моей сестры. Оставила корж остывать, а когда вернулась, увидела это. Ну да, котик посидел на тёпленьком тортике. Девушки. Фу, прыщики, морщинки, нос какой-то неровный, прическа дурацкая. Да и это платье мне уже не идёт. Парни. Вот зачем я такой красивый родился, я не понимаю. Не помню, покормил ли собаку. На всякий случай покормил её ещё раз. Собака на всякий случай поела ещё раз. А теперь давайте все отвлечёмся на минуточку и поговорим о том, что мой кот только что подумал, что пшикнувшая минералка на него быкует. И нашипел на неё в ответ. Мне показалось, или ты быканул. Не-не, кот, всё нормально, меня зовут Алексей Сова, а эти все ребята со мной, мы идём смотреть новый выпуск Мемозга. Поехали. Делал ремонт. Сходил к соседям снизу, спросил, сколько они рулонов обоев покупали, когда делали свой ремонт. Сказали, 20. Купил, стали клеить, 6 рулонов осталось. Пошёл к соседям. Вам что, сказать правду было сложно, у меня 6 рулонов осталось. И у нас 6 осталось. Но он же не спросил, сколько осталось. Потому что конкретные надо вопросы задавать. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Поехал поезд запоздалый. Из последнего вагона просыпалось зерно. Кто-то пишет, пошёл слон потоптал. Ещё кто-то пишет, пошёл гусь пощипал. Да, пришли куры поклевали. Ай, пук. С функцией распознавания попы, наверное. Проблемы взрослого человека. Когда вырастаешь, люди перестают спрашивать, какой твой любимый динозавр. Им всё равно. Это точно. Если что, если вдруг кому интересно, то диплодок. Родители. Уезжают на все выходные. Я. Еее, круто, буду делать всё, что хочу. Суббота утро. Голодный птенец Алуши терпеливо ждёт возвращения родителей. Бесит, когда набираешь 8 килограмм для роли. А потом вспоминаешь, что ты никакой не актёр. Ты такая искренняя со мной. С чего ты взял? Ну ты живот не втягиваешь. А она, прикиньте, сидит такая. Сама втянула живот как могла. Когда на тебя наорали за то, что ты просто хотела немного внимания. Так, кто котика обидел? Утешительную сосиску ему быстро. И погладить. А вы поддержите лайком, а то, ишь, непорядок. Никогда не давали пройти мимо. Кто-то пишет, я из-за них в школу опаздываю. Я сначала не понял, что это, а потом как понял. Выходные. Все тусят. Я. Я, конечно, не собака, но моя любимая команда лежать. Потрясающий ход. Здравствуйте, можно отменить запись на завтра? Добрый день, Анастасия. При отмене записи за менее чем 3 дня предоплата не возвращается. Блин, а перенести хотя бы можно? Можно. Перенесите, пожалуйста, на 3 дня вперед на то же время, если возможно. Хорошо, записала вас на четверг в 16.00. Спасибо. А теперь можно отменить запись? Смышленая барышня. Люди, меня осенило. Мегафон? Слизерин. МТС? Гриффиндор. Коктевран? Йота. Билайн? Хаффлпаф. Ну, видимо, Пуффиндуй. А теледва? Пожиратели смерти. Пожиратели денег. Как и все операторы, в принципе. Походу, надо почаще в чек смотреть. Ни за что. 140 рублей. Никогда. Шлышите, никогда не открывайте шампаншкое с шупами. И не садитесь какать на роликах. Таксую. Приезжаю на заказ. Отметился. Клиент долго не выходит. Потом садится женщина лет 30. Ой, а вы давно подъехали? Я у двери стою жду, а у меня на карте видно, что вы далеко не двигаетесь. И время подачи машины не уменьшается. Вот выглянула, а вы тут уже. Я. Так позвонить надо было уточнить. Клиент. А заказ не я делал, а коллега. Он мне скриншот с приложения отправил. Пауза. До нее доходит, что она все это время смотрела в картинку, где была карта с машиной, стоящей на одном месте. Ну, бывает. Привет. Барсик был шутником, а хозяева у него почему-то заикались. А это хозяин Барсика под ковер забился. Ну, Барсик там всех шугает. Гоняет просто по дому. Как защитить свой дом во время зомби-апокалипсиса? Гениально. Кто-то пишет, ну да, а потом плати миллионы за электричество. Зачем платить, если зомби-апокалипсис? Тем более можно наоборот, на дорожке генераторы установить, и зомби будут электричество для тебя вырабатывать. Вот это точно полезная штука была бы для зомби-апокалипсиса. Бутыль шампуня не содержит парабенов. Я не имею ни малейшего понятия, что это значит. Отлично, надо покупать. Ааа, парабенов не содержит. Это хорошо, наверное. Препод по-английскому. Фебруари. Я. Препод по-английскому. Не смей. Я. Фебруари. Ну да, я так же и прочитал. Вопрос. Я один различаю вкус воды. Просто с меня почти все офигевают. Типа вода и вода. Вы чё, она вообще разная. Кто пишет? Я думал, я один такой. Да все различают вкус воды, разве нет? Мои попытки завести новых друзей. Привет, какая твоя любимая конфорка на плите? Моя ближняя левая. Аа, моя ближняя правая. Горькая правда жизни. Доктор, у меня что-то в боку колет. Это доброта, доверчивость и отзывчивость. В каком смысле? А они всегда боком выходят. Да ладно, не всегда. Да, поздно ложусь, рано встаю. Прям соварунок какой-то. Вот да, так хорошо на праздниках было. Спал сколько хотел. Люди, использующие чёрный текст. Кто-то пишет вторую надпись, все прочитали мысленно. Ну да, ну да. Кто понял прикол, ставьте лайк. С добрым утром. Утром понедельника, судя по всему. Всё нормально. Просто сейчас 3 часа ночи и у моего соседа собрание с арбузами. Это чувак из задач по математике. Никто. Совершенно никто. Старый телек ночью. Треск. У меня такой же телек был. Точно такой же прям. И да, иногда от таких тресков я чуть инфаркт не получал. Когда ты случайно включаешь своё голосовое сообщение, тебе становится стыдно за то, что людям приходится слышать эти звуки умирающей лягушки. Простите меня, ребята. Аааа, ненавижу голосовые сообщения. Поэтому мне приходится слушать звуки какой-нибудь другой умирающей лягушки, которая присылает мне голосовые сообщения. Не присылайте мне голосовые сообщения, пожалуйста. А то буду в ответ вам присылать видос, где в ворде текст набираю. Ну, текст с ответом на вашу голосовуху. Я. Сегодня лягу пораньше. Я в 3 часа ночи. Ходи, пушистый. Туз колоду не ведёт. Любимый муж. Пять танков я уже продала. Вспомни, что у тебя есть жена. Это её прощальная записка, походу. Почувствуйте разницу между цветной и чёрно-белой фотографией Питера. Ммм, круто. Мне сначала показалось, что левая фотка тоже цветная. О погоде. Такого бессмысленного перелёта на юг птицы ещё не совершали. Птицы, наверное, обратно сейчас летят и матерятся. Дядя отправил сообщение в семейной группе с просьбой о деньгах. Я написал ему в личку, чтобы уточнить банковские реквизиты, на которые переводить деньги. Он ответил, что вообще-то деньги ему не нужны. А просил он, чтобы никто не подумал просить у него. Потрясающий ход. Можно сказать, многоходовочка. Когда спал в коробке? Я. Моя последняя нервная клетка. Правильно, береги её. Когда весь день ждала, она пришла с работы и не хочет обниматься. Эй, обними котика. С каких это пор кресло твоё? Ничего себе, какая опасная банда. Пошаговая инструкция, как влюбить в себя девушку. Это ты? Да. Давай встречаться. Врач, вы будете регулярно пить таблетки? Мама. Нет, не будет, давайте уколы. 21-летний я. Ээээ, не-не-не, какие уколы, давайте таблетки. Да, так в принципе в любом возрасте. Я 31 декабря 2019. В 2020 году я сброшу 10 килограммов к апрелю. Я 10 января 2020 года. 13 килограммов. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. Лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. И не забывайте ставить лайки под этим роликом, если он вам понравился, а также подписываться на канал, если еще не подписаны, и нажимать колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну а впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сала. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!